здравствуйте дорогие друзья если у кого-то пулем закончился чтобы вы знали он еще продолжается продолжается потому что в городе иерусалиме это единственный город который имеет статус города окруженного стеной в те времена еще в те времена и поэтому сегодня здесь пулем продолжается второй день это потрясающий карнавал очень невероятный но людям надо раз году хотя бы устраивать карнавал чтобы убедиться в том что не все в жизни так вот как кажется да все не так все логично не так все бесспорно и вот в юрсалиме это сейчас происходит знаете вот надо подвести итоги пулема какие-то все-таки и вот есть очень интересный момент в свитке эстер когда казалось бы написано уже все и так убили там столько-то столько-то врагов среди них сыновей амана и повесили их и все хорошо и праздник и падает эстер опять к ногам хашвироша потому что надо было отменить указание и дальше происходят очень странные вещи он говорит что ты хочешь она говорит хочу просто повесить сыновей амана но подождите вот точно так же только что уже написано что они были повешены поэтому говорят наши мудрецы что здесь большая большая мистика связана с тем что через много-много лет дети амана ровно их было тогда 11 человек их судили в нюрнберге и эстер в те времена просила о том чтобы вот явные потомки этого ублюдка такие которые будут потом руководить нацистской германии чтобы их всех повесили можно верить можно не верить можно понимать что это прямая параллель на самом деле вот так вот все написано еще было много лет назад но посмотрите давайте проверим эти замечательные слова что произошло в нюрнберге повесили именно 10 человек как просила именно эстер 11 геринг он перед этим покончил с собой а где это в свитке эстер все таки эстер написано что дочка амана поднялась на крышу хотела облить помоями мордыхая облила папу и от горя бросилась вниз покончила собой то есть всего было 11 почему там женский рот у геринга там или как это было это не наши эти гендерные вопросы вопрос другом посмотрите как четко прочерчено нам от прошлого к будущему именно так все и было написано именно эстер именно тогда просила в самые не написано ахашвер написано царя цепросила царя мы знаем что когда просила царя это наверху она обращалась к царю царей говорила что я вижу что такое будет с моими детьми повесь этих и бога был уже в этот момент совсем хорошее настроение висели уже и да и да то пурим бог участвует в пуриме написано бог участвует в каждом празднике и поэтому были повешены вот эти вот уже и следующие в нюрнберге какие уроки главный урок пулема он заключается в следующем даже если не видно никакого спасения не дай бог в этот момент мы обязаны верить что все равно мы имеем возможность выиграть царь давид сказал когда меч на прямо ощущается на шее надо молиться и знать что ни одна молитва не будет бесполезны и что всегда бог может за секунду повернуть любую ситуацию с точностью да на фоку наоборот как это произошло в пурим написано последнее избавление будет очень похожа на избавление пурима поэтому всем хорошего настроения всем вот удачи вот этого правильного переворота я с вашего решения продолжу замечательный праздник пулем в городе иерусалиме браховать слаха